В 52-й беседе на Деянии Святых Апостолов Беседа называется «О наслаждении благами» Говорит нам, кто же может называться начальником? Не будем высоко думать о тех, которые наводят на людей страх Человека кроткого и доброго не страшится никто Напротив, все мы уважаем его, почитаем и любим А кто наводит страх, тот, не видите ли, как бывает ненавистен и отвратителен для всех нас Не будем превозноситься, если люди боятся нас Ибо, во-первых, ни один истинный муж бояться нас не будет А во-вторых, невеликое дело, если и бояться нас Великое благо, добродетель И смотри, сколь великое обстоятельство, среди которых она приобретается Мы почитаем бедствиями А ей самой удивляемся и ублажаем ее Ибо кто не будет ублажать человека любомудрого Хотя бедность и тому подобное почитаются бедствиями Если же добродетель сияет среди того, что почитается бедствием То видишь, каково ее превосходство Человек, ты превозносишься властью Но какая власть, скажи мне, дана тебе От людей ты получил власть Достав же себе власть внутреннюю В самом себе Начальник не тот, кто так называется А кто таков на самом деле Как врачом или ритером Не может сделать и царь Так и начальником Потому что не грамота и не название делают человека начальником Пусть, например, кто-нибудь построит лечебницу Соберет учеников Приобретет инструменты и лекарства И даже будет посещать больных Достаточно ли этого, чтобы быть врачом? Нет Нужно еще и искусство, а без него Все это не только не приносит никакой пользы Но приносит и даже вред Кто сам не врач, тому лучше и не иметь у себя лекарств Ибо кто не имеет их, тот не может Не излечить, не повредить А кто имеет, но не умеет пользоваться Тот может повредить Лечение зависит не только от свойства лекарства Но и от искусства, предписывающего их Когда нет его, тогда все бесполезно Так и начальник Положим, что он имеет инструменты То есть голос, гнев, палачей Ссылки, почести, подарки, похвалы Имеет лекарства, это законы Имеет больных, это подчиненных Имеет и лечебницу, судилище Имеет учеников, воинов Но если он не знает науки врачевания То все это не принесет никакой пользы Судья есть врач душ, а не тел Если же врачевание тела требует такого поспечения То тем более врачевание души Ибо душа важнее тела Таким образом, носить имя начальника Еще не значит быть начальником Некоторые называются великими именами Как то Павлом, Петром, Яковом, Иоанном Но от этих имен они не делаются тем, чем называются Например, я сам Я ношу одно имя с блаженным апостолом Но я не то же, что он Я не Иоанн, а только называюсь так Так и те не суть начальники, а только называются так Бывают начальники и без этого названия Подобно как врач хотя бы и не прилагал к делу свое искусство А имел его в душе, а есть врач Начальники те, которые управляют самими собой Ибо к душе имеют отношение три предмета Дом, город и государство Во всем есть постепенность Кто хочет быть начальником дома И хорошо управлять им Тот прежде всего должен устроить свою собственную душу Ибо она ближайший его дом Если же он не в состоянии управлять самим собой То где одна душа, где сам он господин Где он всегда сам у себя То как он будет управлять другими Кто мог устроить свою душу И одно разум в ней сделать господином А другое, то есть страсти, подчиненными Тот будет в состоянии управлять и домом А кто домом, тот и городом А кто будет управлять городом, тот и государством Если же кто не в состоянии управлять своей душой То как он будет править государством Все это сказано мною для того, чтобы мы не превозносились властью, дабы знали, что такое власть. Иначе это не власть, а посмешище, рабство и тысячами других подобных наименований можно было бы назвать это. Ибо скажи мне, что свойственно начальнику? Не приносить ли пользу и благодетельствовать подчиненным? Что же, если этого не будет? Кто может другим принести пользу? Тот, кто не сделал добра самому себе? У кого в душе господствуют бесчисленные страсти, тот как обуздает их в других? Не говори мне, что такой-то восседает на колеснице, высоко поднимает брови и окружен толпой телохранителей. Не говори мне о его поясе, не о крике его глашатая. Нет. Нет. Покажи мне отличие начальника не в этом, но в его состоянии по душе. То есть управляет ли он своими страстями, побеждает ли порочные стремления и пожелания. Например, обуздывает ли пристрастие к деньгам? Укращает ли гнев и порочную похоть? Не сохнет ли от зависти? Не возмущается ли тщеславием? Не боится ли? И не трепещет ли бедности или неблагоприятные перемены? Не умирает ли от этого страха? Такого покажи мне начальника. Вот это власть. Но если он, управляя людьми, сам раболествует страстям, о таком я скажу, что это раб более всех людей, у кого внутри гнездится горячка, о том, хоть и внешний вид тела нисколько не показывает этой болезни, врачи, наверное, говорят, что он одержим сильной горячкой. Тогда как простые люди не знают того, так и я о человеке, у которого душа в рабстве и в плену страстей, несмотря на то, что внешний вид его ничего такого не показывает, скажу, что он более всех раб. Потому что в нем глубоко гнездится эта греховная горячка, и насильственная власть страстей утвердилась в самой душе. А кто сбросил с себя эту власть, не увлекается злыми пожеланиями и не страшится, не трепещет безрассудной нищеты и бесславия и прочих неприятностей настоящей жизни, того, хоть он одет и в рубище, сидит в темнице и закован в цепи, назову начальником свободным и царственнее всех царей Господу нашему славу во веки веков. Аминь.